Научная основа ягья. Доктор Джон Хегелин. Ягья – это комплекс традиционных ведических церемоний, включающих декламацию и использование звуков, определенных звуков для достижения определенных результатов и определенных преобразований. Мы знаем из опыта поколений, что ягья представляет собой огромную ценность и что она работает. Она была заветной технологией королей древности для защиты своих стран и содействия их процветанию. Ведическая наука ягья, можно назвать ее наукой профилактики, не использовалась так эффективно, как могла бы. И мы поговорим о том, как Махариши восстановил всю силу и эффективность ягья. Но давайте начнем с основы. Как может ягья, как может технология звука, по сути технологии ведической декламации, вызывать какие-либо благоприятные изменения, способствовать улучшению жизни и влиять на судьбу целой страны? Очень хороший вопрос. И сегодня мы способны это объяснить. У нас имеется сегодня абсолютно ясная основа понимания данного явления. И этой основой является открытие того, что называется теориями квантового поля. Особенно разработка теории суперструны, которая является современным исполнением мечты всей жизни Эйнштейна, стремившегося доказать фундаментальное единство, лежащее в основе поверхностного многообразия и сложности Вселенной. Давайте посмотрим на это, так как это покажет нам, как работает ягья. У нас имеется диаграмма, иллюстрирующая иерархическую структуру реальности, иерархическую структуру Вселенной. Эта диаграмма показывает, что Вселенная состоит из слоев, составляющих иерархию. В верхней части диаграммы представлено то, что мы называем классической физикой. Это мир макроскопических объектов, воспринимаемых органами чувств. Хорошо знакомый нам мир. Он наиболее нам привычен, но сегодня практически все знают, что в основе макроскопического мира повседневных объектов лежит мир молекул и мир атомов. Это то, что называется областью квантовой механики. Как показано здесь, это более глубокий уровень реальности. Еще более глубокой и удачной, чем квантовая теория, является то, что называется теорией квантового поля. Теория квантового поля занимается еще более мелкими объектами, не атомами, а элементарными частицами, кварками, лептонами, фотонами и тому подобными вещами. Это исходные кирпичики, из которых построена Вселенная. И, наконец, наиболее мощным уровнем, где произошли революционные открытия, является теория единого поля, показанная на диаграмме в качестве основы всего многообразия Вселенной. И это единое поле необходимо хоть немного понять, чтобы стало ясным, каким образом ягья, эта технология звука, может быть использована для достижения практически чего угодно. Итак, если мы посмотрим на единое поле, мы можем назвать его океаном чистого существования, чистой энергии, чистой потенциальности. И эта энергия чистого существования, чистого разума, чистой созидательности не является мертвой, статичной. Это не инертный, а динамичный разум. И благодаря этому, внутреннему динамизму единого поля, оно постоянно бурлит, вибрирует, мерцает само в себе. И, как мы увидели ранее, оно даже порождает основу Вселенных. Но, как показывает диаграмма, Вселенные не рождаются каждый день. В повседневном режиме единое поле поражает эти маленькие пузырьки, которые называются суперструнами. Эти маленькие пузырьки, появляющиеся из единого поля, подобно пузырькам в шипучих напитках, называются суперструнами, так как, по сути, они являются бесконечно малыми струнами, бесконечно малыми эластичными нитями. И это очень важно. Эти суперструны, эти миниатюрные эластичные нити могут вибрировать. Они могут вибрировать по-разному. Скручиваться направо или налево, вибрировать так или эдак. Они представляют собой очень точные наборы вибрационных частот или тонов. Эти различные вибрационные состояния, появляющиеся из единого поля, преображаются в элементарные составляющие природы. Что это означает? Это означает, что мы привыкли, представляя себе мир, составляющий из кварков, электронов, протонов, нейтронов, нейтринов, фотонов. Но этих частиц, по сути, не существует. Их заменило поле суперструн. И сами суперструны, возникающие из этого поля. И в зависимости от того, каким образом вибрирует та или иная струна, суперструна, эта суперструна будет вести себя как электрон, притвориться электроном. Или будет себя вести как фотон, изображать нейтрин или кварк. Эта поразительная картина представлена на следующей диаграмме. На ней показано, как все элементарные частицы и существующие в природе силы возникают из единого поля. Эти фундаментальные силы природы и частицы хорошо известны. Гравитация, электромагнетизм, сильное взаимодействие электроны, нейтрины, кварки. А вибрации суперструн точно отображают и полностью объясняют элементарные частицы, наполняющие Вселенную. Знакомые всем частицы, которые мы знаем и любим, на самом деле частицами совсем не являются, а каждая из них представляет собой миниатюрную, вибрирующую, эластичную нить. И в зависимости от ее вибрационного состояния будет определяться масса частицы, ее электрический заряд и другие качества. Так что Вселенная – это не что иное, как симфония. Элементарные частицы – это всего лишь отдельные ноты в этом едином поле. Как гитарная струна, являющаяся одномерным полем, звучит определенными нотами, своими собственными частотами, вызывающими резонанс. Подобно этому, единое поле обладает собственными резонирующими частотами, элементарными частицами природы. Таким образом, электрон – это всего лишь нота, это частота единого поля. А кварк – другая частота, не имеющая веса фотон, еще одна нота. Итак, Вселенная – это сочетание различных частот. Возьмем что-то более сложное, например, протон, состоящий из трех кварков. Протон состоит из кварков. Это уже не просто нота, а три одновременно. Можно назвать это аккордом. Атом, который может состоять из пяти протонов и пяти нейтронов, по три кварка в каждом, и пяти электронов, – это еще более сложный аккорд, включающий множество нот. Если взять что-нибудь еще более сложное, например, молекулы и даже молекулы ДНК, то это будет похоже на симфонию. По сути, вся Вселенная – это грандиозная космическая симфония, состоящая из различных частот. Теперь мы можем перейти к науке Яги. Каким образом можно трансформировать нежелательный объект, опасную ситуацию или потенциальную угрозу для здоровья, например, во что-нибудь более приемлемое? Давайте начнем с простой задачи. Скажем, у нас имеется электрон, а мы хотим получить что-то другое. Вот на этой таблице изображен электрон, входящий слева, а мы хотим получить, скажем, апкварк и апантикварк. Выходящая справа. Это так называемый результирующий частиц, результат взаимодействия. Если, имея электрон, мы хотим получить пару кварк-антикварк, необходимо что-то добавить. нужно добавить позитрон, положительно заряженный электрон, античастицу электрона. Это и показано на так называемой диаграмме рассеяния, как из электрона при добавлении позитрона происходит их взаимодействие и рождается нечто совершенно новое, пара кварк-антикварк. Но мы знаем, что эти частицы частицами не являются. Мы только что это рассмотрели. Электрон, с которого мы начали, это всего лишь нота, определенная частота. И пара кварк-антикварк, которую мы хотим получить, это лишь другое сочетание нот. Чтобы перейти от одной частоты к сочетанию других частот, надо что-то добавить. Что? Позитрон, являющийся другой частотой, другой нотой. По существу, если рассмотреть процесс взаимодействия и преобразования элементарных частиц, то мы берем ноту, добавляем другую определенную ноту, другую специально подобранную частоту, в нашем случае позитрон, чтобы получить сочетание нужных нот. Так что весь процесс можно назвать трансформацией через звук. Этот процесс иногда называют химией звука. Вы начинаете с какого-то звука, вы хотите получить что-то другое, вы добавляете соответствующий звук, чтобы преобразовать изначальный звук в желаемое новое состояние звука. Таким образом, вся трансформация осуществляется через звук. Это кажется правдоподобным для элементарных частиц, но это действует для чего угодно, как показано на следующей таблице. На этой таблице показано знакомое нам химическое преобразование. Представьте, что вы гальванический элемент и хотите извлечь какую-то энергию. Энергию из сахара, из глюкозы в крови. Вы начинаете с молекулы сахара С6, H12O6, и хотите превратить ее в углекислый газ и воду с выделением энергии, то есть высвободить энергию путем сжигания сахара. Как вы сжигаете сахар? Как клетка сжигает сахар? Как клетка окисляет сахар? Она добавляет кислород. То есть здесь происходит химическая реакция, в ходе которой молекулы сахара плюс 6 молекул кислорода превращаются в углекислый газ в воду и энергию. И, хотя это кажется материальным преобразованием, мы знаем из наших рассуждений, что все это является преобразованием звуков. Это не что иное, как химия звука. Надо помнить, что исходная молекула сахара это всего лишь составной звук, сложный аккорд, частота в едином поле. И если мы хотим превратить это в углекислый газ и воду, надо добавить определенный звук. Этот определенный звук имеет форму молекул кислорода, которые сами по себе являются частотами. Подобно этому все преобразования во Вселенной, химические реакции, превращения элементарных частиц, переодевания в другую одежду, появление или излечения болезни. Любые превращения являются процессом добавления определенного звука к существующему состоянию, ради получения желаемого результата. Это так по всей Вселенной. Все изменения осуществляются через звук. Это может быть весьма грубый звук, имеющий обличие материи, или очень, очень тонкий импульс звука в случае с элементарной частицей. Вот так работает Ягия. Это технология звука. Она использует химию звука. Тот научный факт, что с помощью звука можно превратить что угодно во что угодно. Играет музыка. Играет музыка.